всем привет всем привет прошлый раз мы рассказали как мы добирались до болгарии с какими приключениями сейчас хотелось бы рассказать вам про берлин про то что вы там увидели но сам берлин его транспортную систему да не как города просто транспортная система и даже больше вот именно вогнал можно так сказать точечно так классно что прямо из здания аэропорта идет несколько разных электричек в разные направления нам было нужно нажать и вокзал центральный и в том направлении двигаются очень многие оказывается поезда электрички так как мы оказались там в июле а на июль у нас еще не было никакого билета у нас действует акция месяц за 9 евро нам нужно было купить наши 9 евро и билеты чтобы можно было покататься добраться куда ну мы решили погулять по городу нас было время запас времени был до нашего автобуса 9 евро и билет можно купить на стойках регистрации короче с людьми поговорить и у них купить 9 евро билет можно купить в автоматах и онлайн ну мы решили в автоматы течет там с людьми раздавая там куча автоматов на каждом углу но в каждый автомат была очередь наконец-то мы добрались куда-нибудь очереди не было подходим быстренько набираем 9 евро билет все классно и тут сувать деньги у нас большие купюры пяти пятьдесят 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 это не больше автомат берет с купюры только до 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 20 евро включительно и как бы блин надо где-то разменять дошли в какой-то магазинчик купили там какую-то ерунду а я ему 50 до 50 евро он горит не у меня не сдачи вас мельче нет вы именно для этого к вам пришли и вот мы подумали ладно пойдем тогда будку где продают билеты купим людей там больше информационная такая там не обязательно продать билет да ну там и продают билеты тоже мы подходим а там написано 9 евро билеты покупайте в этих автоматах ну класс мы говорим за ему деньги говорим дайте нам билеты он говорит мне ну в автоматах хотите я вам разменяю вы наверно это 50 евро автомат не берет да а давай разменять его круто класс то есть мы даже не просили он сам спросил ходите разменяет разменял она мы пошли в ближайший автомат то есть не в тот который мы раньше ходили и оказалось этот ближайший автомат берет и 50 евро и карта даже да и банковский карточки то есть это два разных аппарата на разных этажах имейте ввиду если вы окажетесь тоже в аэропорту берлина походите выберите аппарат который вам нравится вообще у нас не вдруг и все аппараты принимают карточки к оплату к оплате поэтому мы даже даже не подозревали что может быть иначе оказывается может наконец-то мы разобрались с этим вот с билетом но например наш нюнбергский билет 9 евро вы он сразу надо было вводить свое имя фамилию и ты уже получаешь с напечатанными имя фамилия а здесь его нужно написать ручкой то есть был вы еще прикол если бы нашей ручкой не оказалось много бегали еще по аэропорту искали у людей ручку чтобы написать имя фамилию если не будет имени фамилии то он придется платить стабилет не действительно считается если тоже это билет именной и нужен нужно еще подтверждение то есть как в виде удостоверение личности вот то есть и кроме того что он должно быть имя фамилия твое течи должен быть паспорт или еще что там с собой право что-то сходки наконец-то мы разобрались написали и у нас там оставалось минуту две до следующего транспорта ну так как мы еще планировали погулять мы хотели как можно быстрее уехать из аэропорта в общем добрались вы даже до вокзала с аэропорта или фишки которые ходят прямо из из-под земли аэропорта прямо под землю ж.д. вокзала идет эта электричка наверное минут 40 45 ужасно долго ужасно далеко этот аэропорт походу не в берлине и даже не за берлином вообще где-то очень глубоко далеко ж.д. вокзал нас вообще поразил у нас открывается рот да мы приезжаем на какой-то самый нижний уровень поднимаемся выше на эскалаторе там еще один уровень там тоже ездят электрички в общем на каждом этом уровне не знаю полос ну около 10 наверно не знаю сколько поднимаем голову тоже много полос железнодорожных на уровне ниже выше смотрим вверх не мы поднялись потом уже на уровень земли там никто не ездил там просто люди ходили всякие магазинчики всякая ерунда смотрим наверх наверху еще уровень там тоже ездят поезда туда поднялись и оказалось что еще больше еще ездят поезда это вообще какая-то жесть наверху платформа для поездов там выше вроде тоже что-то идет еще вниз то есть получается на этом этаже там внизу еще видите рельсы еще ниже на этом уровне тоже есть платформа выходы входы на разные уровни на разные платформы там не так-то просто было сориентироваться куда нам вообще идти как нам пересесть на такую платформу где искать где какой выход на указатели конечно помогают да мы ориентировались по указателям естественно и находили то что нам нужно но суть в том что мы когда пересаживались там у нас не так уж много было времени на пересадку мы смотрели в программе там было написано какая платформа какой номер поезда и во сколько настолько он отправляется и вот бегаем мы ищем нужную платформу поднялись на самый самый верх стоим ждем тут раз обновляем это приложение она пишет что ваш поезд переехал на другую платформу и короче мы бежим по эскалатору на эту другую платформу потому что уже мало времени другая платформа оказалась на самом-самом нижнем этаже то есть мы с самого верхнего в самый нижний бежали прибежали туда стоим ждем подъезжает поезд скоростной то есть междугородний а это нам не подходит это не наш поезд и блин как же так через две минуты наш должен отъезжать а тут стоит чужой поезд опять обновляем приложение нам говорят что ваша платформа теперь сместилась правее через несколько платформ от этой надо было подняться по эскалатору попасть нужно подняться на этаж выше там пройтись до следующего эскалатора и опять спуститься и там 2 или 3 минуты оставалось да в общем с высунутым языком туда прибежали и ну и на итог наш поезд все равно опоздал так что мы могли вообще не спешить но все равно стрессово как-то было среда вокзал не знаю как там люди ориентируются которые первый раз сюда приезжают если у них нет приложения там или карты этого вокзала это очень трудно понять как тебе куда где надо сесть для того что переехать туда вот туда туда это когда ты хочешь просто погулять по городу ладно ты знаешь там какой тебе метрошка нужно и так далее а если тебе нужно поехать в другой город а если с этими 9 евро билетом там не просто тебе ты подходишь к скоростному который ведет тебя прямо в гамбург да куда тебе надо а тебе нужно вот туда там пересесть на другое а вот там пересесть на третий и нужно знать какой платформу он идет а если вот так вот как они платформа меняет и это тетенька которая говорит там громкоговорители она столько раз говорит и шумно и непонятно люди которые только приехали я не представляю как они не так люди которые только что приехали из любой другой страны из германии как они там ориентируются да и и там еще много людей есть которые даже по-немецки не говорят нас даже какие-то люди спрашивали что-то по-английски мы вообще там растерялись просто сказали в эту сторону или в эту не смогли вступить с ними диалог то есть им вообще каково если у них допустим нет интернета или нет там никакой программы приложения в телефоне еще не спросить никого потому как думаю многие такие же как мы мало что могут объяснить по-английски и опять же у нас благодаря этому 9 евро билеты мы не были привязаны к чему то есть если мы не успеем на какую-то платформу ничего страшного обновим приложение посмотрим а какой еще едет а а когда вот нет этой акции 9 евро тебе нужен конкретно этот поезд и ты на него не попадаешь а ты уже на него купил билет и если он где-то опоздал или сменил платформу а ты но это это такой стресс если если вы впервые будете приезжать в германию это будки в берлин делайте себе запас огромный запас времени просто есть конечно вы передайте мне были где-нибудь еще может быть кроме берлина есть еще такие сумасшедшие жт вокзалы вот так это выглядит схематично с несколько уровней несколько платформ еще на каждом уровне что-то едет и вот здесь вот показано много разных платформ с разными региональными и не только поездами даже вот так рельсы просто в дырку видно что-то испан это метро в принципе много чего то есть и цели то есть разные скоростные транспорты тут еще парковки парковки всякие показаны скоростные поезда самые дорогие ну и как это выглядит глазами водителя то есть тут пару уровней поездов сверху еще еще поесть мы хотели мы хотели поесть и у нас у нас было короче мы в берлине были в этом же до вокзале несколько раз поэтому у нас все у нас уже картинка сложилась как это все устроено где можно найти что-то поесть поэтому да пока мы искали что поесть мы прошлись по всем местам где мы видели еду и везде были очереди просто огромные бесконечные даже там стоять в очереди час это вообще катастрофа какая-то у нас не было столько времени и нам уже хотелось кушать и мы просто ходили туда-туда на каждом этаже 3 или 4 мы обошли просто покушать что-нибудь несколько раз чтобы определиться нет тут или все-таки мы там хотели выйти на улицу там что-то найти там просто ливень как это бесконечно вообще на улице не хотелось потом и на этот нашли что поесть сели уже в электричку поехали и дождя как и не было уже все начало у нас уже и время не оставалось надо мы думали что так как у нас четыре часа в запасе мы успеем погулять по берлину но из-за поиска еды и из-за дождя мы погуляли только по жд вокзалу так что у берлина было получается два раза был шанс чтобы показать нам себя но он два раза нам показал дождь и вид из окна электрички на так что если вы живете в берлине можете рассказать в комментариях что там такого классного стоит ли туда приехать просто не не просто как промежуточный этот место для пересадки куда-то стоит ли посвятить этому городу день или может быть там дня не хватит можете рассказать комментариях стоит не стоит вообще как он вообще мы слышали что берлин вызывают у людей 2 то есть он никого не стреляет равнодушным либо люди ненавидят берлин и говорят нет это не мое вообще либо они влюбляются и хотят на переехать расскажите из какой вы категории мы пока не вошли ни в одной из категорий нам и хотим нам просто не понравилось очень большой город очень там не нигде не невозможно найти что поесть если мы и следующий раз поедем легко там заблудиться и потерять время вот как бы я характеризовал берлин это воришка времени просто потеряли она еще хорошо что у нас был запас вот что я могу сказать потому что один из вариантов когда я бронировала что-то я думала так вот самолет пролетит в это время и вот через час мы можем сесть на автобус поехать нюбер хорошо что я этого не сделал потому что час времени между транспортом это очень мало поэтому если кто-то просто мы хотели предупредить что берлин для нас оказался местом который ворует наше время если у вас есть пересадка в берлине или смена транспорта еще и в разных местах имейте ввиду планируйте заранее и делайте этот временной промежуток чтобы обязательно спасибо всем что вы поставили это видео до конца тем кто посмотрел его на перемотке не очень спасибо но все равно спасибо но она оказалась гораздо короче чем предыдущие так что спасибо всем за просмотр пишите комментарии обязательно рассказывайте свое мнение о берлине что вы не узнаете что вы не думаете и какие у вас чувства к этому городу или те кто влюблен расскажите почему вы влюблены в этот город и те кто не влюблен тоже расскажите чем он вас удивил всем пока всем пока что вы не думаете